Совета Федерации Советы Федерации обладают огромным опытом и, естественно, на многие вопросы мы взглянули под другим углом. Но те вопросы, которые действительно нас волнуют сегодня и которые были поддержаны на площадке Совета Федерации, нашли свое отражение в том постановлении, которое сегодня будет представлено вашему вниманию, за что я отдельно хотел бы поблагодарить всех сенаторов, кто работал с нашей делегацией. Уважаемая Валентина Ивановна, мне бы хотелось подчеркнуть о том, что у Тюменской области на сегодняшний день уже есть огромный опыт совместной работы с Советом Федерации. Хочу напомнить, что в 2014 году состоялось выездное заседание Комитета по экономике в город Тюмень. И там, Валентина Ивановна, благодаря вашим поручениям были приняты исторические решения, не побоюсь этого слова, когда в налоговое законодательство были внесены новеллы по уменьшению налога на добычу полезных ископаемых тем нефтегазодобывающим компаниям, которые занимаются разработкой добычи трудноизвлекаемых запасов. На примере нашего субъекта могу сказать, что благодаря этим новеллам сегодня один из недропользователей вышел как раз на трудноизвлекаемые запасы углеводородного сырья, вложил 68 миллиардов рублей и разработал сегодня, и вышел на промышленную добычу на одном из месторождений, находящихся в Увадском районе. И при этом на этом лицензионном участке открыл еще одно месторождение. Поэтому вот такая работа совместная Совета Федерации и субъектов Российской Федерации дает конкретные хорошие результаты на конкретной территории в конкретном муниципалитете. Уважаемые коллеги, учитывая то, что в ряде комитетов мы сделали выступление по отдельным направлениям развития региона, я позволю себе очень коротко остановиться на важнейших аспектах социально-экономического развития Тюменской области. На данном слайде представлено географическое расположение Тюменской области, а также ключевые параметры, которые характеризуют наш регион. Одним из ключевых индикаторов развития региональной экономики – это воловой региональный продукт. За последние 10 лет внутренний региональный продукт области вырос более чем в два раза в действующих ценах. На этом слайде я бы хотел показать, как выглядит сегодня экономика региона, как она диверсифицирована, о чем свидетельствует структура внутреннего регионального продукта. И хотел бы, чтобы вы обратили внимание на то, как выглядел внутренний региональный продукт в 2007 году и как он выглядит на сегодняшний день. Промышленность в тот момент во внутреннем региональном продукте занимала всего 9%. Сегодня это 37,5%. И лишь 16,7 из них – это добыча полезных ископаемых. Вопреки распространенному мнению, ресурсодобывающий сектор не является определяющим в структуре экономики нашего региона. На этом слайде я бы хотел показать, как изменились наши налоговые поступления. Когда в 2006 году было принято решение о том, чтобы изъять налог на добычу полезных ископаемых из регионального бюджета, этот налог составлял 23% в общей сумме доходов. Что произошло за эти годы? Практически не потеряв доходную часть нашего бюджета, мы восстановили эти потери, но за счет других источников. Это налог на прибыль, это НДФЛ, это акцизы от нефтепродуктов, акцизы от продажи спиртосотирающей продукции, а также наши имущественные налоги, которые как раз и восполнили наш бюджет. Нужно сказать, что все это получилось благодаря тому, что мы ввели достаточно активную инвестиционную политику, которая и позволила нам создать новые предприятия, новые рабочие места и таким образом сохранить нашу доходную часть бюджета. Следующий слайд наглядно показывает, где находится сегодня Тюменская область среди тех регионов, которые добывают сегодня углеводородное сырье. Я обращаю внимание сенаторов, что Тюменская область находится лишь на 13 месте и добываем мы всего 12,5 миллионов тонн углеводородного сырья в виде нефти и при этом газа не добываем вообще. Поэтому все наши структурные изменения, пополнение нашего регионального бюджета, это все связано с тем, что последние 10 лет мы активно занимаемся развитием обрабатывающего сектора экономики. Правительством области взят курс на максимизацию усилий по привлечению инвестиций в экономику региона, прежде всего в ее индустриальный сектор. Объем инвестиций за последние 10 лет также вырос более чем в 3 раза в действующих ценах. По показателю объема инвестиций на душу населения, наш регион занимает 5 место среди регионов Российской Федерации. Десятая часть всех российских инвестиций в обработку осуществляется именно в Тюменской области. Область значительно продвинулась в улучшении инвестиционного и предпринимательского климата. По итогам национального рейтинга 2016 года Тюменская область вошла в пятерку регионов-лидеров. Всего в реестре инвестиционных проектов Тюменской области 490 проектов с объемом инвестиций 1 трлн 600 млрд рублей, которые предполагают создание более 43 тысяч рабочих мест. Все, о чем я сказал выше, делает жизнь в регионе стабильной. Мы имеем поступательное демографическое развитие. В последнее десятилетие число жителей области ежегодно увеличивается в среднем на 17 тысяч человек, в том числе за счет естественного прироста, на который мы вышли уже в 2006 году. Это обеспечивается не только развитием экономики, но и социальной сферы, где для населения создана достойная инфраструктура, растет качество и количество услуг, реализуются проекты, нацеленные на будущее. На этом я хотел бы завершить свой доклад. Еще раз поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за внимание и предоставленную возможность выступить сегодня с этой трибуны. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok